Привет, меня зовут Кирилл, и в этом выпуске «Точек на карте» мы поговорим об опасности, которая может поджидать каждого, кто гуляет с центральными улицами Одессы, об аварийных балконах и фасадах. Еще в январе 2019 года для УСИ я создал карту аварийных балконов в Одессе. По официальным данным, их количество превышает 1500, но еще десятки, а то и сотни балконов не зарегистрированы как аварийные. Тогда нам прокомментировал ситуацию председатель комиссии по вопросам ЖКХ Александр Иваницкий и замдиректора Департамента городского хозяйства Наталья Прейгер. Оба они заявили, что восстановлением балконов должны заниматься сами собственники помещений. Еще одним из решений чиновники называют банальный срез балкона и дальнейшее его восстановление с нуля. Часто можно заметить места, где балконы раньше были, но сейчас там только крепления, а вот восстановленные балконы можно пересчитать на пальцах. Из плюсов то, что большинство зданий в центре это памятники архитектуры, и это чаще останавливает чиновников от таких действий. И действительно, восстановлением своих балконов и фасадов зданий должны заниматься сами собственники, а также нести ответственность, если кто-то пострадал в результате их бездействия. Но только под предлогом спасения памятников архитектуры и улучшения жизни людей одесские власти активно переарятся перед грядущими выборами. Из помпы открывают почти каждое здание, где отреставрировали фасад за миллионы гривен из бюджета, который пополняется от наших с вами налогов. На этой карте с синими восклицательными знаками отмечены места, где было зафиксировано падение фасадов и балконов. Конечно, это далеко не все точки, и многих здесь не хватает. Поэтому мы и просим наших подписчиков и читателей присылать нам на нашу почту адреса с фотографиями, где вы заметили такую проблему. А уже в мае мы сделаем отдельный выпуск, вновь посвященный балконам и фасадам Одессы. А вот красными восклицательными знаками отмечены места, где падение фасадов и балконов привели к травмам или даже гибели людей. Стоит отметить, что далеко не всегда наши точки совпадают с картой аварийных балконов, что также говорит о работе чиновников и коммунальщиков даже в предотвращении беды не с лучшей стороны. В течение последних пяти лет от падений балконов и обкрашившихся на голову людям фасадов пострадали десятки прохожих. Но власти предпочитают закрывать на это глаза. В то же время каждый год количество пострадавших растет. Потому, чтобы напомнить жителям об опасности, мы отправились в центр Одессы. Гуляя улицами Одессы, жители и гости города не всегда знают, что их жизни что-то угрожает. Но подняв голову вверх, они понимают, прогулка может оказаться не такой уж и безопасной. Фасад здания памятника архитектуры сыпется, а балкон находится в ужасном состоянии. А вот история здания, напротив, намного трагичнее. В 2016 году балкон памятника архитектуры на Коблевской рухнул в тот момент, когда на нем находилась хозяйка квартиры. Женщину госпитализировали, но, к сожалению, врачи не смогли спасти ей жизнь. Сейчас жильцы дома натянули сетку, чтобы хоть как-то обезопасить свою жизнь, жизнь своих детей, а также автомобили, которые они припарковали. Можно заметить, что вместо обычной крыши этого дома, там есть так называемый мансардный этаж. Несмотря на то, что это здание памятник архитектуры. Разрешения на такие надстройки появляются по решению целого ряда чиновников. В дальнейшем такие мансарды продают за суммы, доходящие до миллиона долларов. А вот само здание может и дальше продолжать ждать реставрацию. Уже в 2018 году вместе с балконом Набунина упал мужчина и на месяц оказался в больнице. О том, что балкон аварийный знала хозяйка, но об опасности мужчину-арендатора никто не предупредил. Балкон с тех пор так и остался, стоять без перегородки, а здание продолжает разрушаться. Как я и говорил, не только балконы становятся причинами травм для прохожих, но и другие элементы фасада. В новом 2020 году часть фасада валилась прямо на голову девушки, проходящей по улице Успенской. Врачи сказали, что и повезло делаться сотрясением, а ведь все могло закончиться гораздо хуже. После такой инспекции у нас появился вопрос, а знают ли жители и гости Одессы о том, что гуляя по центру, они рискуют оказаться в больнице из-за разрушающихся зданий? Мы решили дать им возможность рассказать об ощущениях, которые они испытывают, проходя под аварийными балконами. Здравствуйте, а можете сказать, не боитесь ли ходить под балконами в Одессе вообще? Иногда побаиваюсь. А часто смотрите наверх, чтобы узнать, как там, чтобы как-то обойти хотя бы этот участок? Все зависит от состояния здания. Я под ними не хожу, я хожу в сторонке. Да, в принципе, мы особо так и не гуляем под балконами, просто решили пройти две остановки пешком. Стараемся вообще нигде не ходить, где не надо. Боюсь. Боитесь? Да. Что? Не боитесь ли ходить под балконами в Одессе? Нет. Под некоторыми страшно, но, скорее всего, это то, что вот, если идти дальше по Кироспольской, там, где дом с Муралом, там, короче, памятник архитектуры, и там построили незаконный балкон ничего один. Вы за детей особенно беспокоились? А как вы считаете, кто должен вот что-то сделать? Сами собственники квартир, или, может, там, власти городские, или еще кто-нибудь еще? Я думаю, власти. Думаете, власти? Уже, как минимум. Хотелось бы, чтобы не было аварийных балконов в городе, хотелось бы, чтобы больше фасады ремонтировали. Я считаю, что если это фасад, то это должен город делать. Если это внутренняя, или там уже квартира, то это, естественно, собственник, конечно. Знаешь, кого будет снимать? Сейчас в департаменте ЖКХ новый руководитель, и мы решили узнать у него, изменится ли отношение чиновников к балконам, а также будут ли привлекаться ответственные за это. Это аварийный фонд в центре города, который является памятниками, и очень-очень тяжело, очень долго дается добиться каких-то разрешений на то, чтобы выполнять в этих домах ремонтную работу. Без этой помощи Киева не обойдется, но и тут город выходит с инициативами. Я думаю, что и этот камень мы тоже место сдвинем. То есть, по сути, на сегодняшний день только в рамках комплексной реконструкции можно что-то делать с балконами? Да. Но пока камень и ныне там. Комплексная реконструкция действительно продолжается, но о их качестве еще очень рано говорить. Так, например, на спомпе открытом в доме Руссова уже появились первые трещины, а ведь с него еще даже не успели снять статус аварийного. Пропадет ли чувство опасности у гуляющих вдоль домов по улицам Одессы? Думаю, что в ближайшее время об этом говорить рано. Будем надеяться, что чиновники все же обратят внимание на такую важную проблему, напрямую задевающую репутацию нашего туристического города.